Салют всем солевым. Все мы хотим дать вторую, третью, четвертую, может даже пятую жизнь своей одноразки, но бесконечно это продолжаться не может и постепенно на ней будет копиться гарик. Вкус каждым разом будет становиться хуже и курить её будет всё невозможней. Так вот сейчас эту проблему я и помогу вам решить. Погнали! Всё делать мы будем на примере HQD QV Plus. То есть, сразу говорю, процедура будет грязная, потому что мы будем копаться в жижу. Также нам понадобятся ножницы и иголочка. Салфетка для того, чтобы на это всё ложить, не пачкать жиры. Так, что мы делаем? Нам нужно откинуть верхнюю крышку бака вместе с ваткой. То есть, и попадаем вот к такой гильзе, грубо говоря, импровизированную испарителю, в котором стоит койл и ватка, которую нам и нужно поменять. Скидываем верхнюю часть гильзы, которая блокирует вот такое вот открывание. Видите, там внутри всё чёрное. Это и есть наш гарик. Опускаем чуть ниже вот эту силиконовую часть, поворачиваем гильзу и вытаскиваем наружу койл вместе с ваткой. Потом это тоже нужно почистить от остатков старой ватки, от всех вот этих вот нагаров. Для этого нам и понадобится иголочка, чтобы почистить всю вот эту часть. Вон, как-то много грязи. Так, и почистить сам койл. Так, чтобы достать ватку из койла, нужно с одной части обрезать вату, чтобы она не тянула за собой койл, потому что он очень тоненький. Вот, вытащил. Удаляем все остатки старой ваты и чистим иголочкой от всех нагаров. После того, как мы всё вычистили, нам пригодится вата для вейпов, чтобы заменить вот эту ватку, которую мы срезали. Я буду использовать её, потому что она у меня есть, так как я курю обычный мод. Если же её нет, можно взять вату из ватного диска, что тоже пойдёт. Вот, берём свежую ватку и после того, как мы всё тут почистили, засовываем её в наш койл. Аккуратно протягиваем, потому что, ещё раз повторюсь, койл тоненький. Всё, как только оно встало на место, лишние части обрезаем. Ставим на место нашу гильзу ровно до того же состояния, как она и стояла до снятия. Надеваем наш верхний фиксатор и пропитываем края ватки жижей. После этого засовываем обратно в силиконовую штучку, ставим ватку так, чтобы она нам не мешала и обратно надеваем бак. Далее, сверху можно немножко подправить эту вату, которая в баке, на место, чтобы вот эти все полости закрыть, чтобы не было пустых мест. Ну и, в принципе, пропитаем вату здесь, собираем всё обратно. Что попробуем? Так она села. Видео, как зарядить HQD-Cuby Plus, вы можете найти вот здесь. Так что, ребят, я вам всё рассказал. Подписываемся, ставим лайки. До новых встреч, пока!